Не забывайте посмотреть актуальные новости в течение дня на нашем канале, чтобы потом было что обсудить за новогодним столом. Вот, кстати, по поводу Нового года, продолжим все-таки Новый год совсем-совсем скоро, а это же еще и время семейных фотосессий, вот этих в новогодних вот таких свитерах, носках, пижамах, а если еще и твоя вторая половинка беременна, так это же два в одном. Это два в одном, это может действительно получиться красивая, запоминающаяся фотосессия на тему волшебства, потому что ребенок это волшебство, из ниоткуда получается человек. Абсолютно с тобой согласен, но у такой фотосессии, я имею в виду фотосессии для беременных, есть свои особенности для их проведения, нужно же запечатлеть свою очаровательную вторую половину в выгодном ракурсе, чтобы потом пересматривать эти фотографии и радоваться глазу. Тут сложнее даже с другим, вот эта очаровательная половина беременная, она обычно под гормонами находится и все может пойти совершенно не так, но чтобы подстраховаться, нужно что делать? Знать, как правильно организовать фотосессию для беременных. Беременность – это волшебное время, когда женщина прекрасна во всех смыслах. Именно в тот период, когда под сердцем живет малыш, раскрывается особая нежность и привлекательность. И даже если вы не очень любите фотографироваться, мы советуем запечатлеть беременность на прекрасных снимках, ведь воспоминания бесценны. Когда лучше проводить фотосессию? Лучше всего фотографироваться на 30-34 неделях. Именно на этом сроке обычно уже хорошо заметен красивый животик, а вам будет легко и комфортно принимать нужные позы. Если вы ждете двойню, фотосессию желательно провести на 25-30 неделях. Конечно, иногда и в 38-39 недель бывают маленькие животики, но мы не рекомендуем откладывать фотосессию на последние недели беременности, иначе получить удовольствие и положительные эмоции от съемки будет куда сложнее. Подготовка бьюти-образа Макияж и укладка – важные составляющие вашего образа. Мы советуем воспользоваться услугами визажиста, ведь макияж для съемки имеет ряд особенностей. Что касается укладки, то самый универсальный вариант – это локоны, которые потом можно трансформировать в полусобранную прическу, низкий или высокий пучок, хвостик или заплести объемную косу. При выборе укладочных средств учитывайте свое положение, ведь в период беременности вы становитесь очень чувствительны. Лучше заранее позаботиться и приобрести специальные средства с неагрессивным составом, которые не содержат отдушек. Какую одежду выбрать? Самая большая ошибка – это стараться подготовить и отснять как можно больше образов. Не делайте ставку на количество, лучше тщательно продумайте 3-4 образа, чтобы успеть отснять красивые кадры в самых выгодных для вас ракурсах. Помните, что переодеваться по 100 раз утомительно, особенно для беременных, и при ограниченном количестве времени советуем совместить в одной съемке несколько противоположных образов, например, нежный и романтичный, нарядный и повседневный. Варианты одежды Платья в пол всевозможного кроя, желательно однотонные. Подготовьте аксессуары Не менее важной составляющей удачной фотосъемки являются аксессуары – детали, которые задают атмосферу, наполняют и дополняют кадр. Универсальный и беспроигрышный вариант – цветы. Пионы – фотографы их просто обожают. Подойдут также английские и французские розы, тюльпаны и гортензии. Предпочтительно нежные оттенки – белые, розовые, кремовые. Не очень удачными цветами для съемки считаются хризантемы, лилии и ирисы, а также красные цветы. Можно использовать также маленькие детские вещички – тапочки, пинеточки, носочки, нежные платьица, повязочки, детские игрушки. Только позаботьтесь, чтобы они выглядели презентабельно. Очень красиво смотрятся в кадре объемные буквы из разных материалов. Они могут как персонифицировать съемку, отображая имя ребенка, так и содержать общеизвестные символы – семья, бэйби, лав и так далее. Накануне съемки Позаботьтесь о том, чтобы за день до съемки вы закончили со всеми приготовлениями. Приведите себя в порядок, соберите все необходимое. Спланируйте маршрут, подумайте, что возьмете с собой на перекус. Также очень советуем не употреблять много жидкости перед фотосессией, ведь это может обернуться отеками. Надеемся, наши советы были полезны. Вот, знаешь, сейчас так просто. Сделал несколько нажатий на затвор фотоаппарата, и все, у тебя фотография. А раньше, что он… как рисовали? Беременных, да? Нужно было… Да и вообще людей… Не обязательно беременных, вообще людей. Нужно было посадить человека и писать, писать. А некоторые художники так долго писали картины, что живот мог вырасти сильно у беременных. Да, вырасти, и ребенок, в конце концов, рождался, и все. И тогда уже картина рисковала быть незаконченной. Но, друзья, глаз фотографа, он такой же зоркий, как и глаз художника. Вот так ли это, мы узнаем сейчас у нашей гости на прямой связи с нашей студией. Профессиональный художник, член молодежной секции Союза художников России, преподаватель детской архитектурно-художественной школы Южного федерального университета Екатерина Вахрушева. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Екатерина, во-первых, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Этот год вообще, вот как, для художников, которые привыкли, наверное, к спокойствию, к размеренности, был приятным, хорошим, скажем так, наработанным? Я бы сказала, что да, потому что на самом деле очень много постоянно новых и новых проектов, причем очень высокого, можно сказать, государственного уровня, вот, и один из них – это вот фестиваль «Время вперед» в Москве. И все художники активно ежегодно готовятся. Вот сейчас будет третий сезон, и нам организовали, например, походы на заводы, такие экскурсии интересные. И мы по результатам этих экскурсий, собранного материала, впечатлений, писали картины и даже маленькие рассказы. И сейчас вот будет третий сезон. Слушайте, как интересно, действительно. А вот вы говорите, что вы даже на заводы ходили, да, вы там что-то писали, какие-то картины, как техника работает? Мы писали, да, мы писали там этюды с натуры, нам позировали рабочие. А один вот рабочий в красильном цеху признался, что он даже иногда сам пишет картины, и было очень интересно с ним поговорить на тему вот нашего единства. То есть они в красильном цеху, мы у себя с кистями. И в итоге вот у меня родилась одна из картин «Рабочая палитра» на этом заводе. Вот на заводе «Клевер» я была в Ростове. Слушайте, невероятный опыт, действительно продуктивный год. Но я так понимаю, что это вот все, что вы нарисовали до, и какая-то работа в течение этого года, вылилась в выставку, которая ожидает ростовчан и гостей города уже в январе. Да, очень совсем скоро будет открываться выставка. Я вот как раз в последние дни выходящего года очень активно к ней готовлюсь. Екатерина, вот у вас, позади вас на стене висит какая-то прекрасная работа. Я вот все пытаюсь разглядеть. Расскажите, что это за картина и будет ли она на выставке? Да, дело в том, что эта картина будет, конечно, на выставке. Это картина на тему мозаики. Дело в том, что я решила совместить момент такой, что в станковой картине нарисовано мозаичное панно, то есть нарисована мозаика. И такие вот цветные, я назвала это свет сквозь цвет, то есть такие залитые солнцем стеклышки. Слушайте, как красиво и интересно. Я надеюсь, что мы ее увидим, конечно, на вашей выставке. А у меня вопрос такой. Вы, когда придумываете, задумываете идею картины, от чего вы отталкиваетесь? Есть какой-то вдохновляющий момент, и потом вы его докручиваете. Вы как-то планируете подбирать, что именно вот такая картина должна быть, вот именно эти элементы туда добавить, чтобы она стала интересной, а, возможно, принесла вам невероятный успех? Знаете, я когда рисую, я исхожу из того, что это должна быть какая-то жизненная правда. И в основном эти картины увидены в жизни, они поэтому будут близки всем, потому что это наши, как бы, соотечественники, наши детки. Вот играет племянница где-то, я беру ее, сажаю, пишу портрет, потом где-то увидела солнечную кукурузу, добавила в портрет уже в последний момент практически, но в итоге картина сложилась золото русских полей, и такой ребенок, она блогиночка такая светленькая, и вот эти кукуруза, и подсолнухи. То есть какие-то детали приходят в процессе. Но в основном ты это увидел в жизни. Я почему задала этот вопрос? Потому что мне было всегда интересно, ведь художник пишет не для себя картины, а для людей. И, естественно, вы живете за счет, я так понимаю, продажи собственных работ, и участия в конкурсах, выставках. И, конечно, основная масса художников, хочется, чтобы картины наших ростовских художников висели в домах, в больших домах, показывались на выставках. Ну вот буквально на днях я проходила по нашей центральной улице Пушкинска, и как раз смотрела там художница, одна из художниц ростовских продавала свои картины, и я увидела там нарисованный арбуз, еще что-то, что мне, например, не близко. Я вот иногда думаю, но вот когда художник пишет картины, он же от чего-то отталкивается, что это должны приобрести, но вот я бы, допустим, не приобрела нарисованный разрезанный арбуз, я вам честно скажу. Никого не хочу сейчас обидеть. Ну вот что касается меня, например, то я разделяю такой момент, немножко для души пишу, и когда закажут что-то конкретное, то есть люди-то знают, что они хотят, и когда к тебе обращаются, они говорят, что я хочу такой-то натюрморт, вот, например, как-то заказали натюрморт с гранатом, я хочу гранат, я люблю гранат, все. Я ставлю красивые цветы у себя в мастерской, ставлю гранат, вот получается, именно то, что хочет на выхлопе, получается заказ, то, что хотел человек. Но иногда то, что близко сердцу, вот я люблю деревенскую тему, коз, кур в птичниках писать, там, козы на выпасе, такое мне нравится. И человек может, который уже давно перебрался в город, в этом узнать что-то знакомое с детства, и приобрести такую работу спокойно. Екатерина, вот самое главное, что вы творите по мановению души, мы желаем вам продолжать работать вот в таком же духе, в таком же направлении. Еще раз вас с наступающим Новым годом. На связи с нами был профессиональный художник Екатерина Вахрушева. Спасибо вам большое. До свидания. Ну, а я напоминаю, что с вами это предпраздничное утро встречает Алексей Киселевский, Алина Малинина, и последняя неделя уходящего года властвует по стране, по миру, по вселенной. По вселенной, и все активно готовятся, покупают продукты, наряжают елки, помещения, в общем, все-все-все, и в том числе себя самих. Естественно. Вот я, допустим, еще не придумала, в чем же я буду встречать Новый год. А прямо сейчас наша рубрика «Полезный совет» возможно, там ты почерпнешь для себя несколько ярких новогодних образов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 После того, как весь процесс будет закончен, повесьте рубашку на вешалку на 5-10 минут, чтобы ткань пришла в себя и вещь хорошо на вас сидела Все, теперь вы будете выглядеть великолепно Ну вот как только вы правильно погладили рубашку, можно задуматься и над подарком кому-нибудь к Новому году Да раньше надо было думать, слез Особенно тем, кто в них действительно нуждается Традиционно в преддверии Нового года всероссийский проект «Мечтай со мной» организует добрую акцию, благодаря которой исполняются самые заветные мечты и желания детей и пожилых людей Стать для кого-то настоящим волшебником может абсолютно каждый Для этого необходимо зайти на официальный сайт проекта елкожеланий.рф Пройти регистрацию, виртуально снять новогодний шар с электронной елки желаний и исполнить заветную мечту ребенка или пожилого человека Причем выбрать получателя подарка можно не только из Донского региона, но и из любого другого региона нашей страны Самое главное, что вы осуществите чью-то заветную мечту Ты знаешь, я несколько раз участвовала в подобных «Тайны Санта», елкожеланий, мне всегда очень нравится И даже если я не получаю подарок, я не расстраиваюсь Самое главное, что ты кому-то что-то подарил, а еще лучше, если это сделано своими руками Абсолютно с тобой согласен Вот очередной подарок от нас вам, дорогие друзья Новая игрушка новогодняя, интересная и красивая, сделанная своими руками Как известно, главным атрибутом Нового года является елка И ее украшение уже давно стало отдельной праздничной церемонией Но есть те, для кого этот процесс является еще и огромным полем для творчества В общем, все, кто любит создавать елочные игрушки своими руками Просим придвинуться поближе к экранам телевизора Потому что сейчас мы будем творить настоящую красоту Вместе с нашим экспертом, дизайнером елочных украшений Евгением Юдин и Жене Привет! Привет, Леша! Слушай, ну давай, что мы сегодня будем делать? Прямо аж не терпится, я вижу, что у нас уже есть то, что у нас должно получиться в итоге Рассказывай Да, сегодня мы будем делать вот такую модную красивую игрушку с глиттером В пустой сфере В общем, нам понадобится глиттер непосредственно Можно купить в любом магазине для творчества Сфера Также нам понадобится вот такая лента Золотая краска, кисточка и клей Я вижу, что у нас еще и булавки лежат Нам понадобится ниточка для того, чтобы пришить наш колокольчик и маленькую деталь Слушай, ну мне не терпится начать, давай Что нужно делать? Я готов помогать Сейчас ты напишешь самые большие классные пожелания, которые ты хочешь нести в Новый год Моим ровным, выдыхающимся почерком Давай аккуратно, ничего сложного Ну вот как мог, я обвел первую часть моего пожелания, всем добра Нужно дать подсохнуть или же можно? Чуть-чуть, да, можно дать ему подсохнуть, а пока А пока, что мы делаем дальше? Мы с тобой насыпем наш глиттер, ну что там у нас подсохло? Да, я думаю, что подсохло, да, ну мы традиционным способом, не знаю, действует он, конечно, да Давай допишем, да Итак, всем добра, ну и с большой буквы, наверное, и оставляем Да, чуть-чуть подсохнуть, да Так, дальше что у нас? Сейчас мы с тобой отрежем ленту Краешек немножечко совсем опалить нужно Вот, все Все? Ага Так, теперь мы проклеиваем наш край Видишь, у нас здесь небольшой зазор есть? Аккуратненько Так, соединяем две полусферы Перейдем на космический язык Отлично Все, сейчас она должна немножечко подсохнуть У нас будет наверху колокольчик вместе с нашим бантиком Так Мы сейчас сделаем петельку, а потом на эту петельку мы пришьем бантик, нашу бусинку и вот такой вот колокольчик Ага, отлично, давай-то ее внутрь продеть, да, я понял Так, вот, все, есть Ну, это, собственно, потом за что можно будет игрушку повесить на ее Да, и сейчас мы будем пришивать наш бантик Вместе с колокольчиком, да Нам нужна иголка с ниточкой Я прокалываю с двух сторон Так Надеваю наш бантик, колокольчик Господи, как все просто И бусинка Прошу Итак, Женя, бери в руки то, что у нас получилось Дорогие друзья, вот так с помощью нехитрых телодвижений можно создать вот такую красоту И порадовать своих близких красивой наряженной елкой Жень, спасибо тебе большое А вам доброе утро Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!